Итак, друзья, у Тоби снова праздник. На улице все чисто, вокруг белым-бело наступила зима, выпал снег. И это, друзья мои, второе апреля. Где-то месяц назад, когда снег потихоньку начал таять, очистились дорожки, снова появился асфальт. Для Тоби был шок. Он стал ходить вдоль дорожек, не по асфальту, а по сугробам снега, который был навален рядом с дорожками. И этому всему есть объяснение. Наш щенок – зимний щенок. Зимний не потому, что родился в зиму, а потому что, родившись в августе, первые три месяца он сидел дома на пеленках. Ему делали прививки. Он рос, развивался. И на улицу он попал только в первых числах декабря, когда зима вступила в свои права. И вы, наверное, помните мое видео, как мы первый раз повели его на улицу с утра пораньше. Еще темно было. И он испугался и даже боился встать на землю. Просился на ручки постоянно. Но, как видите, мы это все быстренько и оперативно исправили. И наш щенок просто обожает улицу. И прошел обратить внимание, что сейчас щенок у меня гуляет без намордника. А буквально месяц назад, когда начал таять снег, мы были вынуждены постоянно ходить в наморднике. Потому что из-под снега сразу появились всякие так называемые подснежники. Всякие косточки, сухарики, обрезки колбасы, остатки рыбы. В общем, чего только не найдешь на наших улицах. Ну, извините, такой народ. И мы вот буквально почти месяц ходили в наморднике с Тоби. А сегодня я вышел и решил не надеть на него намордник. И смотрю, он ходит, нюхает, чего-то ищет, но схватить в рот даже не пытается. Ну, будем надеяться, что это надолго. Но стиль гуляния нашего Тоби абсолютно не изменился. Он также гуляет мордой вниз, обнюхивая каждую ямку, каждую тропинку, каждый след. Что-то вынюхивает, что-то ищет. И очень часто, задавшись целью, натягивает поводок до упора. Приходится его тормозить. Видите, он как трактор прет, отталкиваясь ногами. Лапу свою он накачал достаточно мощно уже. И, так скажем, ощущается его тяга. Как собака в упряжке прет. Молодец, здоровый растет. Кривоногий, здоровый, крепкий парень. Увидев стиль прогулки нашего Тоби, опытные встречные собаководы все время спрашивают. Это что у вас охотничья порода? Вот он постоянно почему-то вот так вот ходит, вынюхивает все. Хотя нигде не читал, что это охотничья порода. Вот, кстати, видите, сейчас он тянет поводок. Посмотрите, лапы проскальзывают. И он все равно мощно прет вперед. Он как трактор. Вот, обратите внимание. Видите, прыжками прям тянет. А вот сейчас на Цштобе увидел впереди людей. Семья с детьми идет навстречу. Видите, как он бросился к людям. Любвеобильный пацан. Любит всех встречных. Готовь любого расцеловать. Смотрите, как он реагирует на проходящих мимо людей. Как будто чувствует, что все должны его любить. Приходится оттаскивать даже. Не все люди, к сожалению, любят собачьих маленьких. Я уж не говорю о больших. Вот видите, сейчас пройдут дети. Он и к ним сразу начинает тянуть. А когда ходили в маске, родители сами оттаскивали детей. Типа, смотрите, собака на морднике, значит, кусача. Для него вообще это было очень обидно. Ну вот, детки прошли. Тоби понял, что с ним никто играть не будет. И он опять поперк с цели. Мощно натянут поводок. Опять как трактор прет. Что-то унюхал впереди. Куда-то ему надо. Охотнику нашего. Мне нравится, как он передвигается вот такими прыжками по снегу, как заяц. Вообще заметно со стороны, что собака очень любит снег. Лезет в самую целину. Прямо для него составляет удовольствие походить по целине снежной. А теперь впереди проплешина земляная. И смотрите, как быстренько он ее проскакивает. Видите, прям ставится. Быстро проскочить землю. И снова на снег. Вот так вот мы и гуляем. Наслаждаемся последними снежными деньками. Да, похоже, перехвалил я щенка нашего. Он что-то нашел съедобное. Ну ладно, пока. Пошел отнимать. Хотя хитрец убегает, дожевывая на ходу. Ну ничего, поймаю. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok